Пятница и суббота во многих магазинах посвящены продуктовой помощи продовольственного банка. Идет массовый сбор продуктов длительного хранения. Добровольцы в ярких фартуках их собирают и сортируют. Затем эти и другие продукты, благодаря системе распределения, работающей с 2010 года, попадут в руки нуждающихся. К сожалению, число оказавшихся в беде или непростом материальном положении за минувший год выросло. К тому же появилась и новая группа нуждающихся в помощи продуктового банка, бежавшие от войны жители Украины. Действительно, за последний год число клиентов продуктового банка увеличилось на 30-35%, преимущественно за счет украинских военных беженцев. На данный момент 16 отделений продуктового банка по всей Эстонии обслуживают около 20 тысяч человек еженедельно. 90% из того, что мы распределяем среди нуждающихся, это передаваемые нам магазинами продукты – фрукты, овощи, хлеб, мясо, рыба и молоко. Помимо продуктов, которые жертвуют в специально отведенных для этого в магазинах уголках жители Эстонии, благодаря волонтерам продуктового банка четыре раза в год распределяется и продовольственная помощь, приходящая из ЕС. Сколько именно продуктов будет собрано в рамках сегодняшней и завтрашней кампании, мы узнаем в воскресенье. К счастью, люди и разные организации Эстонии не остаются в стороне. Помощь представляет государство, частные фирмы, церковь, молодежные центры и школы. В этом году рекордная статистика. Продукты собирают в 75 магазинах одновременно. Число добровольцев по всей стране – полторы тысячи. Дни сбора продуктов продолжатся и завтра в субботу. Выделив 3-4 часа своего времени и став волонтером, можно принести пользу людям, живущим в Эстонии. На завтра свободные места в магазинах, расположенных в самых разных городах страны, еще есть. Вся информация на сайте продуктового банка. Хочется поблагодарить магазины отдельно неравнодушных жителей. Нам жертвуют очень нужные для оказания помощи консервы, мед, кофе, печенье, шоколад, не только крупы. Эти продукты люди сами покупают и тут же в магазине жертвуют в продуктовый банк. Мы безмерно благодарны вам. Спасибо большое. В заключении хочется сказать об одном любопытном нюансе. На русском языке в основном используют термин «годен до», тогда как на эстонском есть еще одно понятие – лучше употребить до определенной даты. Продуктовый банк распределяет только те продукты, которые соответствуют самым высоким требованиям качества. Поэтому не пугайтесь, если вы видите на упаковке надпись «Парим Энне» с уже прошедшей датой. Такую маркировку используют для продуктов с длительным хранением, поэтому в большинстве своем они еще прекрасно подходят в пищу. Илья Бань, Роман Васильев, Новости Таллина.